Израильский журналист Марк Котлярский зараз приедуется до нашего эфира. Марк, здравствуйте, рад приветствовать вас в эфире Апостров ТВ. Да, спасибо, как всегда тоже рад всех приветствовать. На мой взгляд, один из лучших и объективных украинских каналов. Спасибо вам. Спасибо вам за добрые слова и оценки. И, Марк, вот может быть это в некоторой степени такая риторическая фигура, не знаю, образ красивый, но с другой стороны и нам кажется, что за этим может стоять гораздо больше. Удар, о котором мы сегодня вспоминаем, удар по Одессе, это удар возмездия, это удар отмщения со стороны России за штаб военно-морского флота в Российской Федерации в Севастополе. Но удар массированный, удар по Одессе и Одесской области. Действительно, 19 шахедов, две сверхзвуковые ракеты «Оникс», калибры летели и так далее. И такие показательные удары именно в Одессе, морвокзал и отель, которые фактически пустовали. В них ничего не было уже длительное время, но это самые заметные сооружения в городе. Их видно отовсюду, они читаются очень ярко. И Одесса – это город с огромным пластом еврейской истории и культуры. И вдруг это происходит именно в праздник Йом-Кипур. Как вы считаете, есть ли в этом какое-то особое значение? Как на этот удар отреагировали в Израиле? И есть ли в этом какое-то особое значение для Путина, который санкционирует подобные вещи? – Ну, сложно сказать, понимаете. Мы не можем залезть с вами в голову Путина, потому что, так сказать, логика его зачастую непредсказуема. А, так сказать, высказывания, которые одно противоречит другому, наводят на мысль, что говорит не Путин, а какой это его двойник или даже тройник. Во всяком случае, так сказать, ранние высказывания, носившие некий такой антихимический оттенок, говорили о том, что была такая информация, что на самом деле это говорил не он, а его двойник. Так что, в принципе, так сказать, я думаю, что здесь можно строить какие-то определенные догадки и домыслы. Безусловно, вы правы, да? Одесса всегда была, что ли, символом такого еврейского пребывания, еврейского наследия. И, так сказать, очень многие известные люди, так сказать, евреи, выходцы из Одессы, начиная, скажем, от Зея Важиматинского, совершенно гениального человека, поэта, переводчика, знатока 20 языков и основателя так называемого ревизионистского сионизма. Поэтому, смотрите, в принципе, как бы, конечно, можно в какой-то степени говорить о том, что это такой символический удар, который может знаменовать для Путина, знакомого, кстати, еврейской истории, что это своего рода такое наказание, судный день именно, он так и называется, Йом-Кипур, судный день. То есть наказание за то, что совершили, значит, украинские беспилотники, ударив по черноморскому штабу черноморского флота в Севастополе и уничтожив, там, кучу высокопоставленных офицеров. С другой стороны, понимаете, так сказать, как говорят французы, олегерком олегер, на войне как на войне. И хочу сказать, что у нас во время Йом-Кипура, во время судного дня, когда Израиль просто затих на 25 часов и практически, так сказать, не слышно даже было езды автомобиля, так сказать, и так далее. Люди в основном находились в синагогах. Тем не менее, в это время, так сказать, на границе с сектором газа была перестрелка, так сказать, запускались шары с огненными, с огненной смесью на территорию Израиля. И были стычки, столкновения, были всякие перестрелки в арабском секторе. И там сейчас какой-то колоссальный рост разборок между криминальными кланами и так далее. То есть, так сказать, одно другому, что называется, не мешает, в кавычках. Поэтому, так сказать, у нас, конечно же, была информация, безусловно, о том, что случилось с Одессой и, безусловно, о том, что случилось с Севастополем. С ударом по штабу, так сказать, военно-морского флота в Севастополе. Информация эта была буквально, так сказать, потому что два дня, как я уже сказал, в воскресенье и понедельник Израиль практически безволствовал. Поэтому информация была, на мой взгляд, вот сейчас появляются первые какие-то подробные статьи на этот счет. Но это в основном ссылки на информационные агентства, скорее, чем на местную прессу, потому что Израиль еще пока не отошел от судного дня. Как я уже говорю, два дня практически было безмолвие, как бы, и люди в основном не смотрели средства массовой информации. В основном, так сказать, постились 25 часов, ходили в синагогу, молились и так далее. Но, как я говорю, уже информация появилась и та, и другая. И я думаю, обсуждение начнется чуть позже. А скажите, пожалуйста, а как вообще характеризуют израильские аналитики, израильская пресса вот эти крымские усилия, крымскую линию сейчас, которую проводят вооруженные силы Украины, воздушную работу, воздушные атаки и постепенное уничтожение ППО на территории Крыма? Я читал несколько мнений израильских экспертов военных. Они считают, что это очень сильный ход со стороны Украины. И что, так сказать, это может действительно вот этот ход именно использование вот этих дронов, использование контрнаступления, использование неожиданного удара по Севастополю, это считают они, может быть, даже каким-то сигналом к прорыву, будем надеяться. Да, даже появились, знаете, что появились даже некоторые предположения. Это опять-таки я говорю о предположениях, потому что разные люди говорят на эту тему. Но вот я читал некое предположение эксперта, я не помню просто его сейчас, который сказал, что не исключено, что следующим шагом со стороны Украины будет освобождение Крыма. То есть не знаю, насколько это верно и откуда он это взял, источников он не указал, но тем не менее предположение такое было высказано в одном из средств израильской массовой информации. Мы надеемся, что так и будет, мы получаем новое вооружение, непосредственно вот так же есть информация, наверное, видели, Марк, о том, что передают нам ракеты дальнего действия Атакамсы, и, возможно, именно они будут направляться на Крымский мост, который достаточно-таки уже устал. И, скорее всего, нужно уничтожить напоследок такое сакральное детище для Путина. Про еще одну войну хотим с вами поговорить. Между Арменией и между Азербайджаном, войну за Нагорный Карабах. Как подписали договоренности. Как сейчас, вам видится, будет развиваться ситуация между Арменией и между Россией? Ну, этот вопрос часа на два, потому что я хорошо знаю эту тему. Понимаете, как вы точно выразились, это уже сакральный вопрос на самом деле. Этот Карабах стал сакральным. Да, по большому счету, ситуация там крайне непредсказуема по одному поводу. Дело в том, что, в принципе, буквально пару месяцев тому назад, дело уже близилось к заключению мирного соглашения. Алии встречался несколько раз с Пашиняном, по-моему, два раза, неважно. И речь шла уже о том, чтобы, так сказать, наконец закончить это противостояние, которое длится, я напомню, примерно 30 с чем-то лет. 30 с чем-то лет, начиная с 90-х годов. И вдруг, так сказать, да, и вдруг ситуация как бы вдруг начинается заново. Да, то есть Азербайджан вдруг, так сказать, что послужило триггером для начала вот этого нового витка, да, взрываются на противопехотных минах, взрываются шесть азербайджанских солдат. И Азербайджан, так сказать, в качестве ответной меры вводит войска и в конечном итоге, так сказать, практически как бы освобождает, как он считает Азербайджан, я имею в виду, освобождает Степанакер. Да, то есть как бы в Армении беспорядки, Армения требует отставки президента Пашиняна, но надо понимать то, что вообще за этим стоит и почему вся эта бодяга завертелась по второму, а то и по третьему кругу. Да, мы знаем, что была Евлагская встреча между представителями уже Нагорного Карабаха и властями Азербайджана. Мы знаем, что примерно 13 с чем-то тысяч этнических армян покинули Степанакер, несмотря на уверение Азербайджана о том, что как бы гражданских людей в Степанакерте Азербайджан трогать не будет. Тем не менее, более 13 тысяч человек из Нагорного Карабаха, Степанакерта, точнее, ушли в Армению. Да, так сказать, и в Армении, как я вам сказал, беспорядки, требуют отставки Пашиняна, но проблема в том, что вмешались, на мой взгляд, крупные игроки. Дело в том, что интересы пересеклись, интересы нескольких могущественных держав, а именно Турции, Ирана и России. И вот этот клубок, который, так сказать, гораздо сложнее и гораздо опаснее, неизвестно еще, как будет раскручиваться. Потому что если Пашинян уйдет в отставку, то возможно, что опять придет воинствующее крыло армянское, которое, так сказать, возобновит военные действия. То есть, более того, давайте, если вообще рассуждать на эту тему, то, конечно же, надо думать, надо идти к истокам, надо идти к началу. Ведь Нагорный Карабах, собственно говоря, как эта вся история возникла, это надо историю знать. Дело в том, что Нагорный Карабах, как таковой, как его называли раньше НКО, Нагорно-Карабахская автономная область, принадлежащая Азербайджану, возникла в результате деления в 20-х годах. Когда-то, так сказать, Азербайджан был поделен, территория огромная, на которой когда-то располагалось всякого рода азербайджанские ханства, Карабахское ханство, Ириванское ханство, Бакинское ханство, Кубинское ханство и так далее, так сказать. Да, она, эта территория поделилась властями Советского Союза между Арменией и Азербайджаном. Причем поделилась так, что Нагорный Карабах оказался приближенным к Азербайджану, а Нахичеванская автономная, как ее называли Нахичеванская СССР, оказалась, наоборот, отрезанная, это Азербайджан. Таким образом, заранее уже была заложена вот эта мина замедленного действия. Но если следовать международному праву, то международное право говорит о том, что территории стран после 1948 года не имеют права быть вообще тронутыми. То есть это произошло после 1948 года. Таким образом, Нагорный Карабах, хотим мы этого, не хотим, хорошо это или плохо, он юридически, де юре, что называется, принадлежит Азербайджану. И Азербайджан, в принципе, так сказать, как я понимаю, в его нынешнем виде, в нынешнем виде его правительства, не против заключить некое мирное соглашение с Карабахом при условии, что дарует ему автономию и прочие права, но при этом, как бы, Нагорный Карабах остается, что и признано было мировым сообществом, как бы, в частности, кроме, да, я забыл еще одного игрока, Франция, еще и вмешалась Франция в этот клубок. Франция имеет свои интересы, так сказать, на Армению, точно так же, как ни странно, но для Украины это не странно, имеет свои интересы на Армению и Иран. Для Ирана усиление Азербайджана смерти подобно. Иран, как мы знаем, имеет с Арменией различные торговые договора, включая снабжение Армению оружием. Оружием, а также, так сказать, различного рода товарами, более того, через, там узкий какой-то коридор, я все время их путаю, там два коридора есть, Лачинский и Зангерийский коридор. Да, вот через этот коридор Иран поставляет свои товары, в том числе, кстати, военные грузы в Армению, в Россию. И если этот коридор попадет под власть Азербайджана, то Азербайджан может его совершенно спокойно для Ирана перекрыть. Иран очень этого боится. Это в первый момент. И второй момент. Иран боится усиления Азербайджана еще по одному поводу. Дело в том, мы с вами, по-моему, как-то говорили об этом, что Южный Азербайджан находится во владении Ирана, после заключения в 19 веке так называемого Туркманчайского и Гюлистанского мирных договоров. И таким образом, так сказать, это 19 век, в 1814-1828 год, два договора, которые поделили кусок Азербайджана между Персией и Россией. Таким образом, Иран сегодня очень боится того, что начнутся сепаратистские настроения, которые заставят азербайджанцев, живущих в Иране, потребовать присоединения к Азербайджану. Марк, множество здесь таких точек притяжения и сил появляется и появилось. Россия слабнет в этом регионе, конечно же, но важно нам понимать, наверное, связь с Украиной в первую очередь тем, насколько сильно это убирает, забирает силы у России вся эта история, если она ослаблена в этом регионе. Но, с другой стороны, появляются и новые игроки, и та же Индия вдруг говорит о том, что готова там даже как-то помогать Армении, что готова продавать оружие Армении, что готова, ну, чуть ли не военную базу свою строить. Да, естественно, это все говорит об ослаблении России, вы правы, да, и российские миротворцы. И не даром, так сказать, сейчас в Армении с очень серьезной силой вспыхнули антироссийские настроения. То есть, как бы, были известные демонстрации, проводились возле российского посольства, вплоть до того, что собирались чуть ли не идти на штурм, так сказать, российского посольства. И, так сказать, от Пашиняна, который известен тем, что, как бы, он был и вашим, и нашим, и, так сказать, и вел переговоры с Путиным, и просил у Путина в свое время помощи и поддержки. И, кстати, Армения получала от России и оружие, между прочим, как бы, да, так сказать, обвиняется Азербайджан в том, что он получал оружие от Израиля и от Турции, но, тем не менее, надо будет смотреть правде в глаза. Армения получала оружие от Ирана и от России. Да, сейчас вот так, как позиции России слабнут, и Россия, скорее всего, так сказать, ослабляет свои позиции, может быть, еще и потому, что вмешалась Турция, а Россия не хочет портить отношения с Турцией. Поэтому, так сказать, ввязались в это дело новые игроки, которые готовы поддержать Армению, тем самым поддержать вот этот леющий огонь вражды. Я имею в виду Иди, который вы назвали, и Франция. Марк, а вот этот вектор Армении, вектор от России, он уже не может быть поддан ревизии или нет? Нет, ведь есть, к сожалению, история Грузии, которая совсем рядом, с которой общая граница, у которой был период истории активного сотрудничества с Западом, реформ и так далее, а потом был откат определенный. Пашиняна сегодня говорит о том, что люди важнее. Ну, говоря о том, что надо сохранять жизнь, не надо не воевать, а даже территориальными какими-то своими взглядами можно поступиться, потому что люди важнее. Это такое европейская ориентация. Да, сегодня люди собираются на улицах Еревана, требуя отставки Пашиняна, ну, так сказать, в политическом отношении требуя его крови. Москва, наверное, рассчитывала бы на это. Но, а кто придет и может прийти на смену Пашиняну? Это какие-то те люди, которые будут продолжать еще более прозападную линию? Или те, кто будут готовы сотрудничать с Москвой? И вот тут есть ли шанс у Москвы вернуть позиции? Здесь сложно сказать. Там есть несколько противоборствующих движений в Армении, которые рвутся сейчас к власти, в том числе бывший президент Кочарян, если не ошибаюсь, там еще ряд людей, которые, так сказать, хотят вернуться к власти. И тут ситуация крайне непредсказуемая. То есть, так сказать, вполне возможно, что они откажутся, армяне откажутся от прозападного курса, который им, как они считают, ничего не дал, за исключением, может быть, Франции. А он уже был? Он уже, как бы, прозападный был, безусловно. Там появились американцы, в частности, в Армении. И американцы говорили о том, что они сыграют роль посредников между Азербайджаном и Арменией, чтобы, так сказать, утихомирить страсти и так далее. Но я думаю, маловероятное возвращение к российскому курсу. Я думаю, что это маловероятно. Скорее всего, Армения будет по-прежнему ориентироваться на Индию, Иран и Францию, с тем, чтобы и к власти может прийти партия силы, которая настаивает на продолжение военного конфликта с Азербайджаном. И вот тут Россия, безусловно, отойдет на второй план, что, собственно говоря, как мне кажется, на руку Украине. То есть, так сказать, Россия вполне возможно оставить свои позиции, потому что, как мне кажется, ей уже надоело играть роль миротворцев, тем более, как ее и с той, и с другой стороны обвиняют и армяне, и азербайджанцы, что со своей ролью миротворцев Россия вообще не справляется. Поэтому, так сказать, не исключено, что Россия на какой-то момент, вполне учитывая, так сказать, занятость на фронте с Украиной, она отойдет с армянских позиций, так сказать, временно, может быть. Это будет отступление на временно подготовленные позиции, чтобы наблюдать, что будет дальше происходить. А это выгодно России? Это нужна Россия? Выгодно что? Армения нужна Россия? Армения нужна России, как форпост, безусловно, как форпост на Закавказье. Потому, учитывая тот факт, что Азербайджан весьма прохладно относится к России, Грузия также, так сказать, Армения, единственная, собственно говоря, страна, тем более христианская страна, да, которая, так сказать, на которой может быть проводником каких-то российских идей. Ну уж точно не Азербайджан и Грузия, которые сегодня, так сказать, вообще, так сказать, думают о другом, особенно Азербайджан, и настроены на другое. Тем более, что Азербайджан уже практически вошел в Степанакет и вернулся в Нагорный Карабах. Поэтому, так сказать, конечно, Россия, безусловно, думает об Армении. Вопрос в том, что она сделает для того, чтобы вернуть себе свое влияние, я думаю, на этот вопрос у нее пока сегодня ответа нет. Но если Азербайджан, он может сам по себе функционировать, потому что там колоссальная бюджета и так далее, и тому подобное, то Армения, в принципе, ничего не производит, поэтому, скорее всего, она должна быть от кого-то зависима. По поводу будущего Армении в ОДКБ и, в принципе, существования ОДКБ, как вам видится, сколько еще продержится? Но очень коротко попрошу вас. Я думаю, что это будет крайне недолго. Я думаю, что, скорее всего, мы увидим какие-то кардинальные изменения в самое ближайшее время. С Южного Кавказа на Северный мы переместимся в Чечню. Интересная ситуация. В Чечне запретили учебники истории Мединского. И спикер парламента республики Магомед Даудов сообщил, что изъяли тираж нового учебника, не удовлетворены они главой, которая посвящена депортации чеченского народа. И в первом сообщении речь была от Даудова о том, что по приказу Кадырова это было изъято. Но потом пост в соцсетях претерпел изменения. Именно этот абзац был изъят оттуда. Но, тем не менее, сама скандальная ситуация уже фактически сформулирована и свершилась. Как вы прокомментируете ситуацию? Ну, я читал об этой истории, знаю эту историю. И Мединский, кстати, согласился, как один из авторов учебника, и сказал, что да, действительно, история вот этой депортации чеченцев, она не совсем справдиво отражена. И эту главу следует переписать. Это будет очень быстро, сказал он. И после того, когда глава будет переписана, новая партия учебников поступит в Чечню. На самом деле, действительно, история депортации чеченцев это очень тяжелая глава в жизни чеченского народа. И я, насколько знаю, общавшись с разными родами чеченцами, я знаю, что они до сих пор русским не простили эту главу. И, кстати, если уж говорить, то достаточно напомнить, что была потрясающая повесть русского писателя Анатолия Приставкина, называлась «Ночевала тучка золотая», где рассказывается подробно о вот этой операции по депортации чеченцев. Так что, если кто не читал, я советую, это лучше всякого учебника истории о судьбе двух детей, которые попали в жернова этой депортации. И я думаю, что вообще Кадыров к этому отношению, скорее всего, не имеет, потому что мы стали свидетелями вообще его то ли исчезновения, то ли смерти, то ли вообще чего-то. Он стал какой-то полумифической какой-то сакральной фигурой, которая уже, так сказать, то ли находится при смерти, то ли, как он говорит, не находится при смерти. То есть это идет какая-то путаница с Кадыровым и крайне непонятно. Марк, ну а тогда получается, что все-таки кто-то есть, кто говорит от имени чеченцев. И вот тут Даудов все-таки высказывается. Более того, высказывает неудовлетворение. И получается, что этот учебник для Чечни, ну, как бы перепишут. А вот что с другими территориями? Что с другими народами, которые тоже переживали подобное? И что о Чечне другие территории Российской Федерации должны читать и учить то, что неудовлетворило чеченцев? А в Чечне пускай будет что-то другое, да? Ну да, видимо так, скорее всего. Но опять-таки, вы понимаете, дело в том, что история у России вообще вещь такая, что она, так сказать, то и дело переписывается, то и дело искажается, то и дело там объявлено, находятся какие-то новые враги народа, а старые враги становятся там чуть ли не героями там и так далее, и так далее. Поэтому вообще надо сказать, что, понимаете, надо понимать чеченцев. Дело в том, что Чечне управляет клан Кадырова, да? Так сказать, этот клан давно уже стал, скажем так, предметом ненависти многих других чеченцев, с которыми я общался, и которые считают, что Кадыров продался российскому правительству и, собственно говоря, так сказать, только лишь работает, и все, что он делает, это об обред Чечне. Поэтому, так сказать, есть и другие кланы, которые думают совсем иначе. Вот, есть, допустим, я в свое время общался очень близко с помощником, с личным помощником Джохара Дудаева, который, так сказать, говорил таки о том, что есть очень многие чеченцы, которые до сих пор считают, и не простили России эту депортацию, и до сих пор считают, что Чечня должна быть, Ичкерия, как они называют, республика Ичкерия, должна быть независимой страной, независимой от России, и надо сделать то, что в свое время хотел сделать Джохар Дудаев, а именно отделиться от России и стать, объявить о своей независимости. Кадырова просто купили, так сказать, да, и тем самым решили, как бы, на время эту проблему, но так как он вдруг странным образом заболел, да, то я думаю, что эта проблема вспыхнула вновь, и не исключено, что в Чечне будет происходить в ближайшее время передел власти. Марк, то есть мы с вами видим, что пока Кадыров завис где-то в Лимбе, вот эта история с учебником, с критикой, это такой первый сигнал того, что Чечня показывает вот, ну, свою непокорность. Сто процентов, конечно. Это такой маленький сигналчик, понимаете, казалось бы, ну, что такое, ну, учебник, ну, истории. Но, тем не менее, из этого делается нечто, да, из этого что-то раздувается, и это выплескивается на странице прессы, на странице газет, на странице интернета. Это становится каким-то значимым событием. Значит, это не просто так. Значит, это, видимо, какой-то пробный шар или сигнал того, что в Чечне предстоит передел власти. Спасибо. Услышали ваше мнение. Спасибо, что находите время для канала Апостров ТВ. Для нас это очень важно. Марк Котлярский, израильский журналист, и был в напрямом Озес Козе, студия Апостров ТВ. Джекла.